здравствуйте на канале это он тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной в студии политолог александр цинкер здравствуйте и журналист марк котлярский здравствуйте ну вот всего несколько дней осталось до очередных внеочередных уже третьих по счету за последний год выборов в израиле и самое главное что никто во всяком случае на основе тех опросов которые сейчас проводятся не может предсказать чем эти выборы закончатся появится у нас все таки парламентская коалиция вместе с ней правительство и так далее или нас ждут очередные четвертые уже по счету выборов выборы начнем что вы александр то почему вы говорите никто не знает а кто просто не читаете прессу не слушайте радио есть а виктор либерман который четко знает что четвертых выборов не будет значит он объяснил что натаньягу уже не может быть премьер-министром ганс еще не может быть премьер-министром но единственная кандидатура он принципе мог бы так что правда непонятно всегда его все спрашивают ну вот покажите вот этот хитроумный ход как же все же без арабского списка и как без религиозных партий собрать все же коалицию он будет это подождите не спешите вот после выборов я вам покажу так что есть по пока мере один человек который знает что будет ну после выборов вообще действительно никто не знает что будет тем более что выборы у нас пройдут вот 2 марта потом будут коалиционные переговоры 17 начинается суд на бениамин антоньягу который тоже может внести сумятицу в коалиционные переговоры уголовное дело нависло над бениган сам лидером кахол лаван в общем нас ждет много интересного но все-таки главный вопрос остается так третьи выборы последние или нет господин котлярский на самом деле я хочу сказать что ситуация в данном случае по сравнению если сравнивать предыдущие выборы то есть как бы те которые были до 1 2 выборы ситуация действительно на мой взгляд обострилась и такое ощущение у меня лично то есть я выскажу свое мнение что на этот раз действительно и тут я соглашусь с сашей что действительно никто не хочет четвертых выборов поэтому как бы мне кажется что все пошли ва-банк достаточно как бы просто посмотреть и послушать на тот град этих самых роботов которые звонят не переставая с утра до вечера его мне лично например звонил звонили уже все я попытался с ними разговаривать но выяснял что это роботы звонил зала гальон звонил юлия дельштейн звонил заев элькин звонил это не ягу звонил бенни гара этого ахмад тиби не звонил жалко я с ним поговорил на тему гинекологии странно объединенный арабский список вышел в этот раз на русскую улицу да вот вышли плакаты подтверждение к тому значит я говорил незадолго до программы я говорю с очень интересным чеком экспертом таким симптоматичной фамилии либерман который зовут и до либерман доктор социолог из колледжа академического колька колледже галилеи и он сказал любопытную вещь поясняя почему тоже считаю что эти выборы вот эти вот эти третьи выборы они действительно решающие что не то не ягу сказал он нужно только полнокровная и полная победа потому что если он не доведет это дело до победы и опять будет ситуация подобно предыдущим двум то скорее всего будет сформировано действительно коалиционные правительства не исключено что ганцу удастся каким-то образом убедить он так считает притянуть на свою сторону беннета и шакет вполне возможно что дадут слабину считает он и ультра ортодоксы или шанс то есть когда либерман не пойдет либерман не пойдет но тогда хватит и хватит ему а как а как же беннет шакет сядут с мэрит сядут послушай наши политики и не в ту яму садились я очень хорошо помню помнишь и ты саша когда значит мэритом руководил солид я помню это прекрасно когда он сказал перед выборами следите за движением моих губ сказал солид партия мэрит никогда не сядет в партию шар с партией шанс в одной прессе из ясно себя хорошо понятно 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 что у меня к тебе вопрос в дополнение потому что их а я сдавить или хода просто вдогонку из исходя из того что сказал марк он говорит что это выборы отличаются потому что в каждой из партий пошла ва-банк а в чем это выражается риторика тоже нет никаких новых лозунгов нет никаких новых идей все идут прежние страшилки не голосуйте за этого они пойдут с арабами не голосуйте за этих они левые или не голосуйте за этих они не настоящие правы я согласен с тобой потому как ты задал вопрос не действительно я не сказал бы ва-банк потому что с одной стороны финансирование от последних выборов намного меньше потому что все партии зашли большие долги всегда же берут деньги с учетом того что за кадр потихонечку можно будет отдать а здесь подряд выборы да но давление это я тоже получаю смс звонки хорошо хорошо что я уже научился блокировать и пропустил жалко песенку что ганс это если у вас нет из дома я прочитал это но я хотел другое сказать есть еще идея как сформировать коалицию и чем мне так кажется они пытаются сегодня заняться это с одной стороны как бы правые думают как бы развалить вот этот блок кахольного я тянуть что-то себе и естественно о чем принципе не скрывает ли берман и я думаю ганс тоже хочет это часть или куда все же перетянуть к себе потому что как ты правильно сказал семнадцатого числа начинаются суд на танягу не сможет создать коалицию после выборов то есть не будет у него шестьдесят один мандат то вполне возможно начнутся какие-то движения внутри ли куда и или часть а нужно где-то будет порядка 12 человек одна треть они могут создать эту свою фракцию и тогда достаточно будет гансу сформировать коалицию это как вот такой вариант и ну еще худший вариант это если биби натанягу видя что там против него начинаются какие-то явные движения и протесты он уходит с поста председателя партии если вы помните подождите 99 год когда ликут проиграл если вы помните на танягу стал и вышел он был гораздо моложе это да и на днем не висела четыре уголовных дела до марк к тебе вопрос вот на днях буквально выступал по радио бенни ганс лидер блока к холла ван и он выступал когда как сразу после того как появилось сразу несколько опросов согласно которым его блок потерял больше десяти процентов гипотетически естественно но все-таки это было ощутимое падение почти четыре мандата это серьезно и он признал что вот есть такие тревожные для его блока симптомы но сказал на первый взгляд дежурную фразу что если мол мы проиграем то ответственность на это будет на самих избирателях которые должны вот взять на себя вот эту извините за повтор гражданскую ответственность на выборах с одной каждой стороны карте такая дежурная фраза а с другой а собственно говоря почему мы все время упрекаем политиков что страна оказалась в политическом тупике а разве это не третий раз подряд народ будет делать избиратель будет делать выбор ну и а что теперь политиком остается делать ну вот такой народ да он так выбирает он делает так такие вы такой выбор очередной и что теперь делать это другого народа совершенно верно ну что же что теперь делать можно сколько угодно перебирать разные варианты как сейчас вот делал это александр но как говорится избиратель от этого надо понимать почему потерял мандат и ганс потерял мандат определен нет и в этом тоже в определенной степени из-за вот тех как бы не тех того негатива который был спасли не время мы помимо вот этой компании пятое измерение которое так сказать прокуратура новый прокурор дал указание расследовать это еще известные всем скандалы с его с утечкой его информации из его личного мобильного телефона где содержались разные непристойные записи так сказать его интимная переписка и этим очень недоволен в частности и шабак шинбет то есть общая служба безопасности полагая что вот если бы не дай бог пример гипотетически если премьер-министр будет 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 не ганс то запросто как бы вылезет наружу как бы и противник может это и противник и та же иранская сторона может это использовать это скажется отрицательно негативно на имя государства и именно поэтому ганс потерял какое-то определенное количество голосов если говорить о том что ты говоришь что вот как бы отетом как бы повинить политиков конечно видник политиков значит политики не в состоянии предложить обществу такую программу которую строил бы большую часть населения и и которая позволила бы тому или иному политику победить за счет не того что он нападает на какого-то конкретного политика а за счет того что он предлагает какую-то конкретную реальную программу который учитывает некие какие-то болевые точки так как этого не происходит происходит то что происходит простите за тавтологию и наблюдаемую картину раскола общество когда как быть действительно образовалась условно говоря два лагеря мы об этом в этой студии об этом не раз говорили лагерь который за биби рак биби и лагерь который против биби рак лео биби ничего хорошего в этом нет но это патовая ситуация это патовая ситуация которая говорит о том это мой излюбленный тезис которая говорит о том что проблема еще заключается не только в избирателях проблема заключается в системе управления которая испытывает колоссальный кризис колоссальный сбой и это говорить о том что менять надо не политиков не народ а менять надо системы управления тогда может быть ну для того чтобы поменять Система правления, нужно избрать парламент, нужно избрать новые законы, а мы не можем избрать парламент. Мы ничего не можем. Я не соглашусь с господином Котлярским, все-таки вернусь к моему вопросу по поводу политиков и народа. Все говорят, что нет большой разницы между этими лагерями, что вопрос только биби, рак биби, рак ле биби. Но разве это так? По-моему, раздел очень достаточно четкий. Есть один лагерь, условно назовем его правым и примыкающим к нему правоцентристов, условно так. Который говорит, что наша главная проблема это безопасность, это Иран, это Сирия, это вопрос аннексии Иудеи и Самарии, это газа. Вот над чем мы должны сосредоточиться. Все, других проблем у нас нет. Все остальное как бы второстепенно. Есть другой лагерь, условно левый и левоцентристский, который говорит, нам безопасность, у нас все в порядке, с безопасностью было, есть и будет. У нас гораздо больше проблем в отношении религии и государства, в здравоохранении, с бюджетом, с экономикой и так далее. Казалось бы, водораздел и выбор, вот он, предоставлен. Можно я тебе тогда вопрос на вопрос? Вот опять же, тогда куда ты отнесешь партию «Наш Дом Израиль»? Если ты считаешь, что она за безопасность, за решение вопросов безопасности в первую очередь, то ты ее относишь к правому лагерю, и тогда нет проблем и сформировать коалицию, если ты относишь ее к левому лагерю, то я не уверен, что они согласны, чтобы их туда отнесли. Понимаешь, на то, что ты теоретически правильно разложил, как бы, два таких крупных блока, есть еще личные отношения. К сожалению, даже то, что Марик сказал, что он же не сказал отдавать территории или не отдавать территории. Он говорит за Биби или против Биби. Понимаешь, как? Перешли мы на личностный фактор. А это самое неправильное, наверное, потому что, поэтому я как-то иногда вот смотрю на все это, я уже для себя сказал так, я буду на будущее голосовать только по нечетным выборам. Понятно. Потому что, я думаю, если так будет продолжаться, так мы же еще и осенью опять пойдем. Не исключено. Коллеги, большое спасибо. Напомню, что со мной в студии были Александр Цинкер и Марк Котлярский. Ну, доживем до 3-го числа, посмотрим, есть такой затасканный журналистский штамп, что после выборов мы проснемся в другой стороне. В другой стороне, да? Да. Ну, не хотелось бы все-таки просыпаться в другой стороне, но несколько видоизмененные все-таки какие-то надежды на это есть. На этом все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok